У нас есть наш датасет. Давайте запрограммируем нейронную сеть. Назовем ее Leonard5, потому что так называлась сеть у LeCuna. 5 она называется, потому что там 5 обучаемых слоев, 3 свертки и 2 полносвязных слоя. У нас будет 2 свертки и 3 полносвязных слоя. Начнем определять слои. Точно так же, как и у LeCuna, у нас будет первый слой, который принимает 1 канал на вход. Потому что картинка у нас одномерная. Там 1 канал, не RGB, а Grayscale. И на выходе будет 6 каналов. Но в отличие от LeCuna, к которому приходила картинка 32 на 32, у нас картинка 28 на 28. И если мы точно так же, как в оригинальной сети, применим конволюцию 5 на 5 и без падингов, у нас получится картинка 28 минус 4, соответственно будет 24 пикселя на 24. А мы бы хотели, чтобы после первой конволюции картинка была бы 28 на 28. Если вы не хотите терять размерность картинки, то вам нужно установить некоторый паддинг, чтобы свертки выходили за границы картинки и получившийся на выходе изображение или тензор был бы такого же размера. В размере 5 на 5 у вас свертки должны выходить на 2 пикселя за размер изображения. Тогда итоговый тензор будет иметь такой же размер. Если бы у нас были свертки 3 на 3, то нам нужно было бы выходить на 1 пиксель, и тогда бы количество вот этих вот сверток, которые мы прикладываем к изображению, было бы равно как раз размеру изображения. Здесь мы поставим паддинг 2, чтобы сохранить размер. Итак, нам нужно применить наш первый конволюционный слой. Он называется Conv2D, потому что он двухмерный. Если бы у нас были какие-нибудь трехмерные изображения, например, мозга человека, и мы бы должны были идти по объему, то у нас был бы Conv3D, который в Пайт Торче тоже есть, но у нас картинка она плоская, соответственно, мы будем ходить в двумерном пространстве. В этом Conv2D есть много параметров. Мы должны использовать количество входных каналов. Обязательно проставить, что их будет 1. Выходных каналов будет 6. Размер ядра свертки 5. Если у вас вдруг свертка, она не симметричная, да, бывают растянутые свертки, то тут можно указать Tuple из двух чисел, но у нас свертка будет квадратная 5 на 5, соответственно, мы просто укажем 5. И дальше мы должны указать Padding 2, потому что у нас свертка должна выходить за границу. Сделали вот такой вот слой, назовем его Conv1, потом мы ему применим. Далее мы должны применить активацию. Активация является NetTangency, соответственно, мы применяем TorcheNentangency. После этого первый пулинг называется Pool1. Это AveragePooling. Напоминаю, что AveragePooling не так уж популярны. Они используются обычно в конце архитектуры, чтобы сжать все изображение, которое получилось. А вот в середине сети обычно используются MaxPooling, но в силу традиции здесь тоже мы используем AveragePooling 2D. У него Kernel Size 2, потому что это Pooling 2 на 2. И Stride 2, потому что он применяется без пересечений. Этот пулинг нам сожмет изображение от 28 на 28 до 14 на 14. Далее мы делаем примерно все то же самое. Conv2D. Основая свертка. Входных каналов 6, потому что было вот здесь выходных каналов 6. И выходных каналов у этой свертки 16. Так было в оригинальной архитектуре. Точно такой же Kernel Size 5, Padding 0, потому что оригинальные Padding не выходили за размер изображения. Снова активация Tangents, снова Pooling из нашего изображения, которое было 14 на 14. Свертка сделает изображение 10 на 10, потому что отрежет по 2 пикселя с каждой стороны. А Pooling нам сделает изображение 5 на 5. Соответственно после этого AveragePooling 2D у нас изображение 5 на 5. А далее мы что сделаем? Далее мы растянем изображение в один вектор. Это мы сделаем функцией Forward. А пока мы представим, что мы уже растянули все изображение в один вектор. И далее нам нужно 3 полносвязных слоя. Первый полносвязный слой, он на вход принимает изображение размером 5 на 5 и глубиной 6. Перемножаем 5 на 5 на 6, получаем 400. Это размер нашего вектора. И на выходе мы хотим вектор размера 120. Снова Tangents. И снова полносвязные слои 120 на 84. Снова Tangents. И наконец-то Fully Connected слой, который из 84 нейронов делает 10 с ответами. А функции Forward мы повторяем всю эту логику, но теперь применяем эти слои к некоторому входному тензору X. Входной тензор X это на самом деле Batch из картинок. Мы применяем конволюцию, активацию, пуллинг, конволюцию, активацию, пуллинг. И вот здесь мы растянем наш тензор, который у нас на самом деле 4-х мерный, потому что первая размерность отвечает за размерность Batch. У пайторшевских тензоров есть функция View, которая наш тензор преобразует к нужной размерности. Первая размерность будет X-size 0, это размер Batch. А дальше тензор будет одномерный. Соответственно мы вот эти три размерности должны просто перемножить и получить вот здесь 400. А далее первый полносвязный слой, активация, второй полносвязный слой, активация, полносвязный слой. Замечательно. Давайте эту сеть инициализируем. У нас не было никаких параметров в этой сети, соответственно, Leonet 5 инициализирует нам переменную Leonet 5. Давайте сразу работать на GPU. Соответственно я создал переменную device, как и в прошлые разы. Перенес Leonet 5 с помощью метода to на device. И далее точно так же, как и в прошлый раз, мы инициализируем функцию Loss. Это кросс-энтропия, потому что у нас классификация. У нас есть градиентный спуск Adam, которому на вход передаются все параметры сети. И у него шаг градиентного спуска одна тысячная.